Вставай немножко. Пойдем. Потопали. Не подгибай, потопали. Маша, ну пошли. Пойдем. Маруся Иценко больше не может ходить сама. Разучилась, не успев толком научиться. Сейчас девочке два года. Первые симптомы спинально-мышечной атрофии стали появляться в 11 месяцев. Это спасло ее 17-летнего брата. Если бы Маша у нас не родилась, и не родилась именно с этим заболеванием, у нас умер бы старший ребенок без лечения. То есть мы просто бы наблюдали за этим. Старшему сыну ставили неверный диагноз. В этом году медицинская комиссия подтвердила их заболевание. Прошел суд. Теперь для Маши и Даниила должны закупать дорогостоящий препарат – спинраза. Но даже после решения суда о немедленном исполнении предписания, месяц назад, ничего с мертвой точки не сдвинулось. Нам один врач сказал, что лечение есть, но не ждите, что вам его даже в назначении пропишут. Потому что препарат дорогостоящий, если бы он стоил 3 копейки, не было бы вообще разговора об этом тогда. А так, в общем-то, очень сложно. И чем вы больше шума поднимете, тем больше вероятность, что вы каким-то образом получите лечение. До прошлого года лекарства от спинально-мышечной атрофии не существовало. Сейчас есть, по крайней мере, два препарата, которые могут повлиять на поломку в гене. Из-за нее мышцы Маши перестают работать. Немножко толкнешь, и она, видите, все, замаливается. Мама Маруси Людмила не может отвлечься и на секунду. Девочка с трудом даже сидит. И с каждым днем ее состояние ухудшается. В Крывом Минздраве говорят, что проблема решится только с передачей ответственности за таких больных в Федерации. Произойдет это не раньше, чем в следующем году. Мы бьемся, пишем везде уже, всем депутатам в Москву, президенту на сайт. От президента идет в Минздрав, переправляют Российской Федерации. Минздрав Российской Федерации переправляют. В наш Минздрав Алтайского края. Ну, а они очередную отписку. Теперь они не могут писать, что не положен нам. Теперь они пишут, что это дорогостоящий препарат, Поэтому, как только поступят откуда-то финансирование, тогда или из Минфина, или из других источников, тогда они нам закупят. Поэтому, пока родители Маруси решили собирать средства своими силами, уже удалось скопить около миллиона рублей. Необходимо свыше 30. Нужно успеть, пока есть шанс. Если мы поможем, Маруся сможет ходить. Реквизиты на экране. Дарья Демиллер, Андрей Печеркин. День с толком.